МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...и задержали ее по месту жительства. Свою причастность к совершенному преступлению 68-летняя подозреваемая отрицать не стала и призналась содеянным. Похищенный кошелек вместе с денежными средствами был изъят и возвращен законному владельцу. Также по краже в полицию обратилась еще одна жительница района и сообщила, что из ее хозпостройки расположенной территории домовладения пропала алкогольная продукция общей стоимостью более 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали 39-летнюю знакомую заявительницы. В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции соответствующей статьи предусматривают максимальное наказание в ее лишении свободы на срок до 5 лет. Ежегодно в 4 субботу июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. Отрасль предпринимательства – одна из самых старых профессий. Издревле, еще до появления денег, люди участвовали в торговых отношениях, обменивали одни товары на другие. Сегодня предпринимательство – одно из экономических основ общества. Не счесть магазинов, предлагающих все, что необходимо современному человеку. Отрасль торговли преобразуется в современную индустрию сервиса. Желаю вам, чтобы у вас у всех было здоровье, чтобы в семьях был достаток, чтобы у вас были добрые и щедрые покупатели, чтобы все в вашей жизни складывалось, чтобы бизнес ваш процветал. Собравшиеся виновников торжества наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. В честь праздника ведущие творческие коллективы Северского района преподнесли работникам торговли музыкальный подарок. Мы счастье, но на жизни, на пути. И много-много лет, и с ней уже цвести. И с самых новых, самых нежных в мире слов. И никогда не забывай, что главное – любовь. Отрасль торговли в современном мире занимает лидирующие позиции. Люди потребляют все больше товаров и услуг. Предприниматель всегда держит руку на пульсе и старается удовлетворить потребности каждого. Повысить знания и снизить аварийность с участием детей – вот главная задача сотрудников госавтоинспекции при проведении игр по правилам дорожного движения. В профилактическом мероприятии приняли участие воспитанники Центра развития ребенка в Станице Северской. Полицейские рассказали дошкольникам о правилах поведения вблизи проезжей части и важность перехода дороги только по пешеходному переходу. Ребята рады видеть представителей полиции у себя в гостях и активно участвовали в беседе. После этого малыши приступили к практической части мероприятия, где разгадывали загадки по безопасности дорожного движения и познакомились с дорожными знаками. Данная встреча с детьми проводилась в целях познавательной правил дорожного движения, поведения с окружающим. Подобного рода встречи эффективны, расширяет кругозор детей в данном вопросе. Дети очень рады вашим встречам с вами, всегда познают очень много нового и стараются уже в таком возрасте соблюдать правила дорожного движения и безопасности. Встреча в форме игры – это еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения и в первую очередь детям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, так как ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека. Культурное наследие Северского района представляют многие талантливые люди. Один из них, Сергей Михайлович Борисовский, живет в Станице Азовской. Сергей Борисовский – мастер декоративно-прикладного искусства, член Творческого союза художников Кубани, России и Международной федерации художников. В период профессиональной деятельности он работал в должности художника-живописца на киностудии научно-популярных фильмов. В Киеве принимал участие в создании более 30 мультипликационных фильмов и параллельно создавал иллюстрации к детским книгам в издательствах. После переезда в 1984 году в Якутску АССР работает главным художником Алёкминского района. Здесь им созданы монументальные въездные знаки и герб города Алёкминск. В 1990 году, закончив работу в Якутии, уехал жить в Россию в Краснодарский край, где продолжил творческую деятельность. А почувствовал себя Сергей Михайлович способным к живописи после службы в армии. У меня в роду художников не было, поэтов не было, писателей не было. В основном крестьяне, рабочие. Ко мне вот что-то, не знаю, как говорят, спустилось вовнутрь, в душу или в голову, не знаю, как правильно сказать. Вот что-то заразило меня. Вот хочу заниматься изобразительным искусством. Я не могу и по сей день это объяснить никому. Но решил сказать себе, пойду в армию, там определюсь. Через два года после армии я уже четко знал, что я буду художником. Говоря о вдохновении или его отсутствии, художник привел в пример слова своего наставника. Он мне сказал, Сергей, был у меня какой-то период такой грустный, сказал, изобразительное искусство тебе еще не раз в жизни выручит. Я сначала не поверил ему, а потом по жизни, не раз сталкиваясь с какими-то трудными ситуациями, я убедился, что изобразительное искусство, оно дает тебе какую-то, и не только моральную и духовную поддержку, но и физическую. Ривиально будет, но вдохновение у меня как-то никогда не пропадало. Почему? Потому что я занимаюсь живописью, воянием, кончарным искусством, керамикой. У меня всегда находились какие-то мысли в голове, приходили в голову какие-то мысли, какие-то идеи. Художник – это не работа и не профессия, это образ жизни. В настоящее время стать профессиональным художником одновременно и проще и сложнее. Проще, потому что век информационных технологий любой человек может донести миру свое творение. Сложнее, потому что у живописи появились конкуренты в виде фотографий и других видов изобразительного искусства, основанных на новейших технологиях. А кто хочет действительно посвятить себя творческому пути в изобразительном искусстве, хочу посоветовать не отступать никогда, ни при каких обстоятельствах. Но где-то не получается рисунок, где-то ты не чувствуешь цвет, где-то ты не чувствуешь и не понимаешь тон. Но это все с опытом нарабатывается и приходит. Развивая это направление, хочу сказать, что Любовь Васильевича Зганова, зав. отделением ДПИ колледжа, начальник учебной части Петютнева Наталья Викторовна, и прежде всего директор колледжа Тиунчик Жанна Велихановна, прикладывает огромные усилия для того, чтобы декоративно-прикладное искусство в колледже развивалось. Вот сейчас выделено новое помещение. Директор колледжа обещает и намеренно осуществить модернизацию этого помещения, для того, чтобы учащиеся студенты колледжа могли совершенствовать свое профессиональное мастерство и выходить оттуда преподавателями для тех же художественных школ. В 2018 году Сергей Борисовский стал победителем конкурса грантовой поддержки социокультурных инициатив «Малая культурная мозаика». Грантовая поддержка направлена на проект возрождения гончарного ремесла. Для развития гончарной мастерской у Азовского мастера есть талант и желание передавать свои знания людям, привлекать молодежь к занятиям гончарным искусством. В планах Сергея Борисовского проводить выездные мастер-классы в школах и на предприятиях, на ярмарках декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. За время выставочной деятельности Сергей Михайлович стал лауреатом-дипломантом различных выставок, конкурсов и биеннале. Субтитры создавал DimaTorzok